Человечество не придумало ничего другого до создания материальных ценностей, кроме напряженного, кропотливого, даже бывает нудного и муторного труда. Оказывается, российские сады зарождаются в озерном Челябинском крае. Здесь, в центре пересечения путей на Курган, Екатеринбург, Тюмень, в ветреных уральских степях, люди со всех концов России показывают, как нужно работать для того, чтобы земля расцвела. Сады России – крупнейшее предприятие отрасли, где планомерно внедряют в практику садоводства новейшие достижения селекции. Конечно, это было очень непросто все, очень непросто, но постепенно, глаза боятся, руки делают, все, значит, набрали, хороший коллектив, удалось собрать, как золото по крупицам мыли людей, хороший коллектив работников. Сегодня, можем сказать, что у нас трудятся люди, которые работают не за страх, а за совесть. Хотя мы, конечно, стараемся создать условия, чтобы люди могли ответственно трудиться и отдыхать, и набираться сил. Рабочий день Владимира Васильевича Степанова, генерального директора и основателя садов России, начинается в полвосьмого утра с традиционной планерки. Дорогой ты мой, работают люди, работают сезонно. Я сам студентом был, работал здесь струеотрядом. Да они должны работать так, как работает струеотряд. Все, ни в какой, ни в другом режиме. Сейчас можно с 7 часов утра до 8 часов вечера, и в средовой день спокойно работать. Я сам не сплю и другим не даю, говорит Владимир Степанов. Его энергичность, магнетизм и сила духа помогли сгенерировать среду единомышленников, которая и стала костяком компании «Сады России». Предприятие работает уже 25 лет. Начинали мы с Вердловской области работать. Это был кооператив «Малина». Его и сегодня многие еще помнят с тех пор. В 2001 году мы перебрались в Красноарвейский район Челябинской области, в деревню Шибаново. Это как раз на том месте, где мы стоим. Это наш нулевой километр, откуда все пошло. Тогда это был я, водитель со мной был, УАЗик, скорая помощь, таблетка. И был вот этот дом. Это сейчас. Здесь появились коттеджи для сотрудников, комфортное общежитие со столовой и банкетным залом, баня, сотовая связь. Садоводы сами установили вышку рядом с историческим первым домом. Скоро проложат дорогу. Асфальт впервые соединит соседние с садами России деревни. 11 лет назад здесь не было ничего. Вот здесь вот слева от нас это было абсолютно пустое место, заросшее сорняками. Вот. И даже, в общем-то, мы сами не особенно представляли, как будет идти наше развитие. Вот. Но получилось так, что предлагаемая нами продукция оказалась очень востребованная. Ее очень не хватало на российском рынке. И сегодня не хватает. То есть качественного посадочного материала, который можно предоставить всей стране, это, в общем-то, большая редкость. Но мы этим занимаемся, занимаемся успешно и будем заниматься дальше. В садах России всегда много строили и будут строить. Это позиция Владимира Степанова. Поэтому в компании есть отдел капитального строительства, который сейчас контролирует возведение пяти объектов. Мы строим лабораторию меристемного размножения. Это будет лаборатория единственная в России. Площадь этой лаборатории будет 2800 квадратных метров. Это крупное четырехэтажное здание. Один этаж подземный полностью, без света. Это 80 человек коллектив. Только через два года она будет давать уже нам 2 миллиона саженцев. Абсолютно здоровые розетки-земляники, кусты-сирени или яблоневые подвои здесь будут растить в колбе из нескольких клеток материнского растения. Но игра стоит свеч. Саженец из пробирки и выносливее, и урожайнее обычного раза в полтора. В этой лаборатории уже через год произведут такое количество оздоровленных саженцев, что хватит для четырех гектаров теплиц. Земля под них уже готова. Сегодня у селекционеров очень много наработок. Но это наработки в стол. Мы считаем, что самые последние достижения науки должны быть у садовода-любителя. Самое сладкое, самое вкусное, самое урожайное, самое зимостойкое должно быть все в садах садоводов России. И оно должно быть вперед всего. То есть нам удастся размножить это растение буквально мгновенно, новый сорт. Получается, пройдет несколько лет, и садовод-любитель сможет растить на даче такие современные суперустойчивые сорта, которые будут не в каждом профессиональном плодовом хозяйстве. А справиться с отправкой постоянно растущего объема посадочного материала поможет новый цех. Строим новый цех по отправке посылок, по формированию посылок. Значит, его длина 84 метра, его ширина 20 метров. Это около 1700 квадратных метров. Значит, высота цеха 6 метров. Здесь можно будет очень хорошо, удобно формировать посылки, делать меньше ошибок. Вот, потому что такой простор, он просто-напросто, ну, нужен нам, давно уже нужен. В прошлом году мы отправили около 900 тысяч посылок. В этом году будет еще больше. С 7 утра до 8 вечера цех комплектования заказов похож на московское метро в час пик. Семена, саженцы, луковицы бережно пакуются и в тот же день отправляются в дорогу. У садов России почти миллион заказчиков по всей стране. От Калининграда до Командорских островов, от Мурманска до Майкопа. Мы должны поставить более 200 тысяч посылок с саженцами, плодовых и ягодных культур. Это нужно сделать за 10 дней. Значит, получается более 20 тысяч посылок в сутки, и мы это выполняем. География у нас совершенно различная, абсолютно. Значит, я беру просто на выбор. Архангельская область, город Северодвинск, это там, где делают подводные лодки, уходят наши посылки. Дальше. Владимирская область, город Ковров, уйдет посылка с саженцами, с нашими. Приморский край, в Ханкарский район, в село Мельгуновка, уходит посылка с саженцами. Так что география абсолютно вся страна. Нет ни одного населенного пункта, где не было хотя бы одного нашего заказчика. Особенно ценят посадочный материал садов России в регионах с холодными зимами. Сейчас спрос на саженца настолько велик, что Владимир Степанов решил открыть новое направление в работе компании – оптовую торговлю. Мы очень долго занимались только почтовой, вроде нам хватало. Но уже идут пожелания от владельцев магазинчиков, киосков, торговых садовых центров, что товар у нас хороший, фирма уже раскручена, бренд раскручен. Поэтому, тем более, производство у нас хорошее, производство свое. Производим хорошие сорта, современные, зимостойкие сорта. И просят, поэтому это будем заниматься как раз оптовой торговлей. Путь от мелкого предпринимателя до владельца компании, крупнейшего производителя посадочного материала в России, Владимир Степанов преодолевал четверть века. А идея – производить высококачественный посадочный материал для садоводов-любителей 34 года. Но все начиналось с леса. Дело в том, что я хотел быть лесничим уже в четвертом классе. В шестом классе знал адрес института. Уральселезно-технический институт, Свердловск, Сибирский тракт, пятый километр. Это я помню, шестого класса. А вот десятому классу уже перечитал у отца все книги по садоводству. Ходил зимой в сад в девятом классе, доезжал до последней остановки трамвая. Сходил, пять километров шел пешком. И вот на незимостойкую вишню носил с дороги снег. В десятом классе Владимир Степанов сомневался. Не знал, кем стать – лесоводом или садоводом. Но старая мечта пересилила. Он выучился на лесного агронома. Все растения садовые – яблоня, груша, слива, облепиха, абрикосы – они все вышли из леса. Малина – все это лесные растения. Поэтому у нас очень хорошая подготовка была. Всю латынь я помню до сих пор. Проработав лесничим, научным сотрудником, директором лесхоза, потом работал начальником производства в лучшем леспромхозе Советского Союза, мы демонстрировали трехсменную работу на заготовки леса. Можете себе представить, в Тайге, в Тюменской. Вот так вот это велось. У меня был суточный график эшелона леса. 60 вагонов заготовки. Этот лес еще машет макушками за 100 километров в лесу. Мы должны его свалить, в случае обрубить, погрузить, привезти, в вагоны загрузить, разделать. Вот такая работа. То есть это отличная школа. Работа в леспромхозе сформировала у Владимира Степанова особый подход к построению бизнеса как четкому механизму на промышленной, индустриальной основе. Сегодня рассылкой посылок занимаются тысячи людей, которые отправляют до 20 тысяч заказов в сутки. Я прошел вот эту школу хорошую, и все-таки вот эти увлечения детства, юности, они пересилили в определенном возрасте. И я ушел снова в сад. Ушел в сад, и уже сейчас думаю, что мне эта работа нравится, я занимаюсь любимым делом, поэтому это по мне. Тяга к работе на земле с особым, выверенным до мелочи подходом у Владимира Степанова семейная. Именно родители воспитали в нем умение правильно расставлять приоритеты и выделять первостепенные задачи на перспективу. Это отец был любителем, садоводом, но таким аккуратным. Он в 45-м по 49-й год жил в Германии, служил там, и вот очень большое влияние оказали немецкие порядки все, в том числе и садовые. И он все как на Западе, все по науке. И поэтому книг в доме по садоводству было очень много, и мне было что читать. Я очень благодарен родителям, что мне привили любовь к садоводству. Во времена инфляции 90-х, когда каждый россиянин был миллионером, работа садов России приостановилась. Но дело своей жизни Владимир Степанов так просто оставлять не собирался. Мы делаем ставку на высочайшее качество. И у нас рынок качественных семян, он и сегодня свободен. И сегодня сортов свободен, абсолютно. То есть очень мало компаний, буквально тут на одной руке пальцев лишнего будет перечислить, кто действительно в стране производит и реализует качественные семена. Особенно производит. Репутация. Самое важное слово для этих людей. Сейчас на рынке хватает сорта мусора, но за посадочный материал с маркой «Сады России» южно-уральские труженики готовы ответить головой. Весь бизнес в мире основан на доверии, на порядочности вообще-то. Это в России как-то такая поговорка, вот она прижилась, не обманешь, не продашь. Я считаю, что это болезнь и роста. И я всем говорю, что наше дело долгое. Долгое в каком плане? Ну, растение растет, яблони растут долго, понимаете. Селекция движется не быстро. И, значит, вот эта сиюмитная прибыль, честно говоря, она нас не интересует. Значит, я хочу, чтобы этим делом занимались и мои дети, мои внуки, чтобы это было интересно мне, и им было интересно. А для этого нужно работать добросовестно. Один раз можно и умного человека обмануть, второй раз дурака не обманешь. Сады России давно перешагнули рамки научно-производственного объединения. Скоро под этой торговой маркой появятся тепличные овощи и земляника, повкуснее импортный. Здесь знают, какие сорта нужно растить под пленкой, чтобы получить плоды со вкусом, как собственные грядки. По поручению губернатора Челябинской области агронома садов России займутся производством сои, сырья для получения животноводческих кормов. А в планах у Владимира Степанова поработать над озеленением российских городов, привнести новые долговечные культуры в практику озеленения мегаполисов и сел. Ведь когда красивое окружение, тогда и жить приятно. Я люблю работать, когда горизонтов не видно. Вышление там должно быть глобальным. То есть надо соответствовать мировому уровню производства, селекции и всех достижений. И быть сермяжными такими, понимаете? То есть быть на уровне голландцев, немцев, да ничем и не хуже. Вериться, вериться, что будет абрикос сибирский, что будет неукрывной, зимостойкий виноград, сладкий, вкусный, высокоурожайный, что будет черешня расти у нас, потому что есть предпосылки к этому, если заняться селекцией серьезно. И все это у нас будет уже при моей жизни. Я в это очень даже хорошо верю. Продолжение следует...